Здравствуйте, уважаемые зрители, видеоканал Планеты Дзюдо. С вами Роман Карасев и Роман Михайлович Дмитриев, судья международной категории, главный судья прошедшего первенства и чемпионата России дзюдо Ката, который проходил в Новосибирске буквально неделю назад, завершился. Благополучно все завершилось, празднично, торжественно, удачно, все живы, здоровы, без травм и происшествий. И я попрошу Романа Михайловича дать такую характеристику, итоги первенства и чемпионата России, его мнение, как эксперта. Здравствуйте. Собственно говоря, Роман сказал, что один из критериев и показателей чемпионата в соревновании по Ката, очень редкие травмы. Практически их не бывает, иногда некоторые могут там что-нибудь себе разбить, подвергнуть, но это абсолютная случайность, потому что это не острое противоборство, как обычно, а все-таки демонстрация жестких форм, поэтому там травмы бывают крайне редко. Это очень хорошо, всем это тоже очень нравится, первое. Второе, скажем так, у нас география развития Ката в России меняется, и технические результаты трогать не будем, они у нас здесь рядышком есть, в компьютере отчет. Вопрос в том, что как-то меняются лидеры, меняется география. Раньше, как-то, я просто эти многие годы этим занимаюсь, и вот раньше у нас у лидеров была Москва, там была первая планета всей, у нас были и призеры чемпионатов Европы, и такие сильные пары были. Потом они, ну, в силу возраста и занятости ушли из этой темы, и работали в сборной команде России, и Кулдин и Морозов, там, и все. В общем, они ушли, скажем так, на дальнейшую работу. И в Москве образовался некий провал. Но другие регионы продолжали развивать и продолжают. Сегодня у нас география такая, основная у нас лидеры, и, как-то, первая семья чемпионата, это Санкт-Петербург, Пензо и Пензенская область, и на юг Омск. Не скажу, что там у них все время проблемы с качеством, но количество занимающих там всегда стабильно, хорошо. Они даже проводят чемпионат Сибирского федерального округа, единственный федеральный округ, который проводит свой чемпионат. Ни в Поволжье, ни в Москве, ни в Петербург. Хотя нет, в Петербурге проходят первая семья чемпионата Петербурга. Вот два региона, которые проводят региональные соревнования. Остальные пока участники финалов, занимающиеся достаточно много и в Пензе, и в Омске, и в Петербурге. Но, наверное, на сегодняшний день лидеры Санкт-Петербурга. Там больше всего занимающихся и молодых спортсменов, и взрослых. И, в общем, я думаю, что результаты этого чемпионата и первенства говорят об этом. Практически в каждой дисциплине есть призеры из Пензе, Санкт-Петербурга, ну и Омск, соответственно. Роман Михайлович, на Ваш взгляд, почему такое массированное распространение ката не получает пока в России? Здесь много причин, я назову только основные. Общая мысль это, что как в музыке, например, есть поп-музыка, которая слушает все, и есть камерная музыка, которая слушает узкий круг, ну, понимающий в музыке людей, специалистов. Это камерные, там, в консерваториях, в театрах, в концертных залах, камерная музыка, она не такая популярная, как поп-попса, да? Поп-музыка широка. То есть, Вы хотите сказать, что Олимпийское дзюдо – это попса? Ну, она, в качестве сравнения, это популярная вещь, попса – это популярная музыка. Она в Олимпийское дзюдо более популярна, естественно. Там тоже борьба, все интересно, динамика и все прочее. Ката – это, скажем так, для понимающих, кому это надо, для ценителей. Некоторые занимаются катой, абсолютно не понимают, что делают. Это такое тоже есть. Но они со временем начинают прозревать. Проходит у них просветление. Но, скажем так, у нас просто долгое время эта дисциплина не развивалась в советское время, потому что только боролись. Это, в принципе, тоже нормально, ничего-то страшно. В принципе, японцы всегда говорят о том, что в Ката несколько становляющих. Первое – это Рандори, это то, что действительно реально популярно. Они тоже не отрицают, что Рандори – свободная практика, а это наиболее популярно. Ката – это жесткие формы для того, чтобы понимать смысл, принципы действий. И Шиа, и соревнования по правилам. Вот три составляющих. Когда у нас всегда были две составляющих раньше – это Рандори и Шиа, а Ката как-то было… Ну, просто не практиковали. Думали, что это не нужно. Сейчас в Европе и в нас, в Европе особенно, начинает это все подняться. Японцы взяли под контроль, чтобы и Рандори, и Ката не уходили в разные стороны. Так очень важно, что составляющие части дзюдо, и это должно быть вместе. Но, к сожалению, и не только у нас, и у нас за рубежом, есть люди, которые знают только Ката. Это не очень хорошо. И я тоже не приветствую это. Я просто про своих спортсменов, которые у меня были в прошлом выступали, призеры в Европу были. Они все обязательно боролись. Они все были спортсменами. Они были достаточно хорошими спортсменами. И они выступали по Ката достаточно успешно. То есть это, в принципе, они были дзюдоисты. А есть ли люди, которые попадают в Ката даже не из дзюдо, а из айкидо или из караке? Бывают такие. Вот вопрос объективности, субъективности оценки соревновательного процесса в Ката. Насколько все-таки судья, обслуживающий такие соревнования, должен быть компетентен знать или, может быть, практиковать сам то или иное Ката, чтобы его оценивать? Как вообще специфика по вашему опыту? В идеале он должен и практиковать, и знать хорошо. Практиковать в силу своих кондиций. Не всем это могут. Там травмы, возраст и так далее. Но знать он обязан много. И эти критерии есть. Они прописаны в правилах. То, что он должен делать, за что снижаются оценки и так далее. Потому что очень субъективные судейства. Но мы знаем виды спорта, где субъективные судейства происходит. Гимнастика, художественная гимнастика. Фигурное катание знаменитое. Там тоже все субъективно. Люди ставят оценки. Но зная за что, за какой там. Тройной тулуп, четверной тулуп и так далее. Там есть элементы, которые должны присутствовать. Обязательная программа, произвольная. У нас, к сожалению, только, не к сожалению, а вообще просто. Только обязательная программа. Здесь критерии все прописаны. И должны знать. Но бывает, что не все судьи так глубоко, хорошо знают. Это имеет место и не только у нас, и за рубежом. Что судьи немножко могут отставать, ну скажем, или от спортсменов, или от того идеала, к которому мы стремимся. Поэтому, ну это жизнь. Когда начиналось наше дзюдо, ну как бы в Советском Союзе, да, начиналось там. У нас хорошая практика была и борьбы спортивной, французской, там и самбо. Когда начиналось дзюдо, многие тоже правила не знали, наши специалисты. И изучали там по книжкам, по рассказам, те, кто присутствовал на семинарах, по каким-то комментариям. И это было достаточно много всякого. Ну ошибок тоже было много в те годы, в самые начальные. И удивлялись почему-то так, а почему нет, а почему не оценили. Ну, наши спортсмены, когда боролись там, да. Ну, было поначалу жить тяжело, вникать в этот вид спорта. Так же и в катах. Я думаю, со временем у нас все вырастет. И я вот делал бы опору, как член комиссии судейских, на тех спортсменов, которые уже прошли через это. Вот. Не все из них хотят, может быть, там продозвать. Но те, которые были у нас там, выступали на международных соревнованиях и имели медали. И их надо привлекать в судейство, потому что они уже прошли на себе все, на своей шкуре. Есть у нас такие люди, но не все. К сожалению, хотелось бы, чтобы от них было больше. А те, кто приходит, скажем так, интересуется из обычного дзюдо, пытается в катах что-то сделать, там несколько моментов. Там есть люди, которые хотят просто что-то там урвать, по-простецки, да. Что вот здесь что-то не получается, боксуем в Олимпийском, пойду в кат, чуть перу. Ничего подобного, там так тоже ничего не бывает просто так. А есть, которые интересуются, хотят, но абсолютно ничего не понимают, хотят учиться. Это нормально, у них будет время научиться, и мы всех приглашаем. Обычно всеми контактами на соревнованиях обменяемся. Все желающие могут поприсутствовать на тех семинарах, которые проводят наши эксперты в Федерации России. Ну и чтобы как-то в контакте, в работе. К сожалению, соревнований немного. У нас, к сожалению, только два федеральных округа проводят свои региональные соревнования. Остальные все только встречаются на финалах. Но в следующем году наша старшая сборная юная Митя Александрович планирует несколько соревнований. В том числе, еще раз, Новосибирск, ее желание провести у себя еще региональный турнир. То Омск всегда это проводит. Петербург часто. И вот в Пензе семинары проходили. Мы там судейские проводили семинары и по технике семинары для ребят. Но финансирование очень важный момент, который, допустим, люди хотят приехать, но денег нет. Ну, такое часто бывает. Хорошо. Выбираем финансирование. А без него как? Ну, пока, да? Временно. Проведено уже сколько, 50 чемпионатов России полката? Ну, начиная с 2005 года. С 2005 года. Вот, на Ваш взгляд, тенденция вообще, тенденция к повышению количественного и качественного состава, и качественного выполнения. Вот как? Честно сказать, качество в отдельных моментах у кого-то растет, у кого-то вновь пришедше и не показывает качество никакого. И там идет ротация кадров идет постоянно. Поэтому, вот сейчас на этом чемпионате было очень любопытно, что люди, которые участвуют впервые, хотели бы что-нибудь там занять, какие-то места призовые в чемпионате. Это было практически уже изначально невозможно. Потому что ребята, которые участвовали раньше в первенствах, молодые, появившись до 18 лет, они участвовали в первенствах Европы и мира, завоевывали там призовые места. А сейчас стали взрослыми, перешли в чемпионат, и там в каждой дисциплине было не меньше двух-трех пар, которые реально лидеры уже такие серьезные. И просто так вот с нуля выиграть у них невозможно. В первенстве пока еще, в первенстве проходило, там, как всегда, молодые ребята, все приблизительно где-то чуть-чуть там обучены, не обучены, где-то равные. Вот, поэтому там как раз еще все интересно. А в чемпионате, может, видно было, кто будет лидером, кто-нибудь. И качество, я думаю, что растет. Вот те ребята, которые выросли из первенств и сейчас остались, вот это очень хорошо. Раньше этого не было, раньше начали сразу взрослые. Сейчас мы видим, как растут дети. Они уже не дети, они все уже взрослые. И это интересно, потому что они сейчас соревнуются уже так на хорошем уровне. Но, к сожалению, большого притока у нас нет. Есть в ката несколько видов, нагибных ката, дисциплины. Внутри ката есть дисциплины свои. Значит, первенство и взрослый чемпионат. На ваш взгляд, в первенстве какие более интересные дисциплины и в чемпионате, какие более интересные, какие менее интересные и почему? Да, мне кажется, все интересно, если ты понимаешь, о чем идет речь. У нас такой менталитет таков, что, я с точки зрения олимпийского дзюдо, я прекрасно тоже его люблю, это все. Рандори но-ката, в который ходят наги и катами, считается, что, ну что, я там все знаю, приемы стоят, броски там, приемы партера. Мы это все знаем, все умеем. И кажется, что это очень легко. На самом деле, это наги но-ката одна из самых сложных форм. Но обычно кажется доступным, потому что, вот, я же каждый день это в зале делаю. Вот дзю, допустим, но-ката, это абсолютно в практике рандори нет. Вот, поэтому интересно. Но это очень глубокая вещь. И я вот пока долгое время, пока не разбирался там, тоже поначалу мне не нравилось, пока не стал понимать суть там атаки, защиты и так далее. Там много чего интересного. Вот, и каждое из этих действий должно завершаться прикладным приемом. Вот, там за эволюционной техники эта форма была, когда там невозможно было заниматься боевыми искусствами и так далее. Но смысл-то в том, что, если начинаешь разбираться, там все интересно. На сегодняшний день, я могу сказать, что я вот как специалист, рандори но-ката, конечно, интересно, потому что мы постоянно в этой практике олимпийского дзю, глубокая форма. Мне нравятся прикладные формы, допустим, ката-канго-шунджицу. Это очень интересная форма, она очень демократичная. Она и очень прикладная, и с оружием, и с предметами, и с палкой, ножом, пистолетом и так далее. Киме, но-ката прикладная форма решительных действий, она немножко старая, скучновата, но она из старой школы джиу-джитсу-китарю, которую Зигора Кана взял прям целиком и перенес дзюдо как традицию, традицию боевого искусства джиу-джитсу. Она не очень интересна, если там даже ее понимаешь. Она такая очень процедурная, там много, там есть части, которые делаются на коленях и дори, и там стойки, которые тачают. Но она взята, скажем так, в старом образце, который был там еще в Китарю, и это дань традиции. А вот на ее место пришла, как бы, ну, но ее иногда называют Нью Киме-но-ката, то есть Катакану-джиу-джитсу. Это прикладная вещь, которую практикуют, кстати, в полиции японской, они назовут зачеты по Катакану-джиу-джитсу. Это их основная прикладная работа. Поэтому мне вот эта форма нравится, хотя и остальные тоже интересны. Роман Михайлович, но есть еще форма одна такая, очень глубокая, Ису Цу-но-ката. Почему она не так вообще не входит в программу, почему, на ваш взгляд, она не... Вообще даже я не видел ее и ни в чемпионатах, и ни в первенстве. Ну, там потихонечку начинают иногда сейчас в отдельной, на Европе, во всяком случае, видел, там, помимо этих пяти форм, которые, там, соревнуются в Костике-но-кат, в Кошике-но-кат, да, античный. Ну, ее как в отдельную дисциплину выносят, как отдельный турнир. Это высшие Каты, которые, ну, Кошки там, это вообще старая форма тоже достаточно, которая, наверное, на первый взгляд, кажется, очень, там, даже, немножко забавной. Но там есть просто, это, это Ката воинов в доспехах, поэтому там многие техники делаются там не совсем, как кажется, на первый взгляд, непонятно. А там это глубоко, это старая воинская штука. А Ису Цу-но-ката, она тоже высшая форма считается. К сожалению, эта форма, ее когда Ката задумывал, пять принципов, да, выполнения техник, он просто умер и не смог ее дальше расшить, что называется. Поэтому она осталась в таком виде, пять принципов, пять действий, кажется, на первый взгляд, это самая легкая, пять раз, и все, что там, быстро, хорошо. Но там заложено пять принципов выполнения техник, вот, она интересна, но ее не практикуют именно потому, что она считается высшей. И высшей, я не знаю, кто-то может возьмется ее когда-нибудь расшить, ну, потому что, вот, изначально предполагалось, что это будет пять принципов, а потом это все разошьется в какую-то определенную форму, но он просто не успел. Поэтому Ису Цу-но мне нравится, очень красиво, но там пять принципов, да, вот это, преодоление, уступание, волны, там, и так далее, провалы, там, и так далее. Ну, хорошие, хорошие техники, ну, я говорю, у нас многие тоже, когда-то, вот, захватались, сразу за Ису Цу-но-кат, а что там, пять техник быстро можно выучить? Зачем там двадцать, там, одну технику в Гошу-джит-су учить? Когда-то сразу, ну, там пять принципов заложено, красиво, но Ипотс поэтому и не соревнуется. Считают, что это не тронутая, недоделанная вещь, оставили как наследие Кану, все. Есть еще одна ката, которую, кстати, Кану Дзюгора сделал, это для общего, так сказать, развития, это ката физического воспитания. Позвание длинное, сейчас не будем, мы тоже не сможем. Да, по-японски не будем, и по-русски даже длинное. Но вот тоже, это же тоже ката, да, определенная форма. Почему она тоже, ну, во-первых, она и малоизвестна, да, и почему, вот, как, на ваш взгляд, ее не практикует? Он хотел сделать, чтобы была форма, ну, еще раз хочу сказать, потому что ката, это не только, скажем, форма оценки какой-то, да, это и метод тренировки, потому что есть, как проконтролировать, хорошо делать или плохо. Поэтому хотел сделать, чтобы какие-то элементы стали общенациональными состояниями физической культуры. Ну, как у нас раз, два, три, четыре, вот, зарядка, вот, союзная гимнастика, по радио, там, эти, руками вверх, руками вниз. Это здесь то же самое, здесь много, в том числе и боевые приемы там заложены, и так далее. Хороший комплекс для всех жителей, чтобы могли все делать, чтобы они потом пришли и не задумывались, как какое-то там особое, там, боевое искусство. Нет, это форма национального, там, физического воспитания. Она есть, но ее мало кто делает, по ней не соревнуются. Я не знаю, там, насколько, она, мне кажется, просто не очень прижилась, даже у японцев. Может быть, там кто-то делает, но я смотрю, вот, ну, и в Казакане были, но что-то я не очень видел, чтобы кто-то практикует. Вернемся к первенству, к чемпионату. Какие-то жалобы, замечания от участников, от тренеров, от региональных представителей вообще бывают и были вот на этом? Обычно же, как в английском типе дзюга, бывают всякие там протесты, мы против, мы там засудили. Ну, на этом первенстве чемпионата сильных каких-то претензий не было, травм тоже не было, один нос там в один раз бил, и все, это нормально. Вот. Но, вообще, всегда, я всегда говорил, это такая моя любимая, что доволен соревнованием военных чемпионов. Призеры туда-сюда, а проигравшие все недовольны. Поэтому они всегда жалуются, но в этот раз как-то, скажем так, ну, еще немножко задевает людей, что они появились там, как-то пытаются в этом направлении работать, да, ну, скажем так, проявляют активность, а тут сильный регион их забивает. Да, ну, просто тут реально они сильнее. И говорят, ну, это вот, Питера и Пенза очень много. Ой, так их много, что они продохнут. Ну, научить. Раньше, когда говорили, про Москву говорили, что москвичи захватили власть, никому не дают, обыграйте. Сегодня москвичей обыгрывают, те же пензецы, питерцы, омские. Москвичей стало все меньше, к сожалению. Но, вот, пожалуйста, идет ротация, идет изменение географии. Поэтому, ну, нельзя сразу с первого раза что-то говорить. Нашла ко мне девочка на этом чемпионате, это так просто для комментариев, из Тюмени. Они звонили, говорили, что у них там судья не сможет приехать, тренер не сможет приехать, там родители привезли. Она вот как, не ее ученики, но она их привезла. Они выступили, ну, там ничего не заняли. Она приходит и говорит, вот там, как-то недовольство, хотелось бы справедливости какой-то. Ну, какой не знаю, в спорте какая справедливость. Победил, молодец, проиграл, извини. Вот. Но она сама... Сначала спрашивала в день приезда, когда была комиссия по допуску, она спрашивала, где и когда можно обучиться, ну, то есть попробовать себя. И после интереса углубиться. А после соревнований подходит и говорит, я вот считаю, что это самое, там, не все было правильно. Я говорю, ну, к примеру. Ну, вот наша пара Тюменская вот такая, а вот там, вот та пара не так сделал по клоуну, вот та пара сделал... Я говорю, давайте про Тюменскую, не надо про других. Это самое худшее, когда свое поражение оправдывает, что другие были тоже не очень. И это нехорошо. То есть ты говори про себя, про своих. Учи своих спортсменов правильно выполнять. Если сама ничего не знаешь, не умеешь. Ну, в принципе-то справедливость какая? Судьи, кстати, были справедливы. Претензий мало, не было практически вообще. Никаких протестов у нас не принимается и не было. И если какие-то и были вопросы, они всегда есть. Всегда обычные те же самые темы, что, к сожалению, мы здесь проиграли, а хотели выиграть. Ну, это все, да, хотят. Я скажу, на редкость было спокойно. Ну, конечно, там происходят какие-то события, но все же приезжают за победой. Она всем не достается. Для того, чтобы быть в лидерах, в ката, в тренировочной деятельности, нужно также прикладывать усилия, как и в олимпийском дзюдо. То есть тренировки нужны регулярно, систематически, с пониманием, с изучением методик преподавания. Или это можно так, ну, вот осталось месяц-два до чемпионата, вот сейчас... Многие так и делают. Да. Многие так и делают. Ну, как вообще? За какой-то период до чемпионата начинают активно готовиться. Ваше мнение? Мое мнение, я вот, когда работал всегда со своими ребятами, у меня все равно олимпийское дзюдо занимало процентов там 70, допустим, да, и 30 дзюдо. Но эти лукаты надо тоже регулярно делать. Не то, чтобы за последние две недели там, да. Конечно, так происходит. Все равно перед самым соревнованием все начинают бросать там борьбу и начинают заниматься катом. И это тоже нормально, потому что они хотят подготовиться к конкретному мероприятию. Но в течение всего там сезона надо как-то, чтобы это было регулярно. Но хотя большую часть времени занимает Арандори. Здесь я бесспорно... Люди должны быть все-таки спортсменами, дзюдоистами. И кат – это хорошо. Но бросить все и заниматься только катом. И у нас еще, второй момент, многие регионы, ну, и у нас в Москве в том числе было, держится это все на личностях. То есть есть человек, который движет топоровоз, который тащит весь поезд и к нему цепляются. Вот в Питере у нас есть такой патриарх, питерский вот дзюдо. Сегодня он очень като увлечен. Это Виктор Валентинович Антонов. Вот его там сподвижники все. И они сейчас действительно как лидеры. Я вас понимаю как лидеры не только по результатам соревнований, но и по подходу. Ну, у него профессиональный подход. Вот они проводят соревнования, им не один раз в год. Значит, люди, даже если они хотели 2-3 месяца, там, или месяц подготовиться, они все равно вынуждены, когда у них турниры регулярно, они регулярно готовятся. То есть он это поставил на регулярность. Другой момент. Они находят финансы. Это тоже очень хорошо. Вот. И они действительно приглашают, не стесняются учиться. Вот мы недавно с Миттсадовичем Юнгом ездили там. Они говорят, мы там ноги катами уже более-менее нормально разбираемся. У них очень неплохие результаты. Показывают их спортсмены. Мы в чемпионат весь медистан забрали. А Гошинджицу не очень знаем. Они пригласили, чтобы провели семинар именно по Гошинджицу. И по технике, и по судейству этого мероприятия. Потому что судей немножко, они говорят, наши судьи немножко не понимают какие-то моменты. Мы это все разобрали на семинаре. Они приехали, все подготовлены. То есть если они не стесняются учиться раз, тогда на семинаре протягивают два. И проводят регулярно соревнования, чтобы люди не... Они борются и участвуют в лукатах. У них, я знаю, ребята много... Чтобы не откладывали на потом. Да, чтобы как раз в году чемпионаты все к нему готовят за месяц. Хотя такая практика есть везде. Но в Омске, например, есть такой знаменитый спортсмен, можно сказать, и судья в том числе. Это Валентин Петрович Мурзин. Он уже вот сейчас 25 раз выиграл золотую медаль на чемпионате за всю историю. Это вот последний год, только у нас одна не смотря, что мог уступать во всех дисциплинах. И у него был подход такой немножко, который, я считаю, не очень хороший был давно. Когда можно было уступать во всех дисциплинах, он в пяти формах выступал с пятью разными улки. И таскал на себе всех этих вот нового. Да поскольку он самый опытный, самый знающий, он их все, я условно так говорю, таскал всех на себе. Что они на нем росли. И вот по соревнованиям везде только с ним. То есть вот свои независимые пары у них таких только сейчас появились. А раньше он всех таскал на себе. Сейчас получается в разных формах. Он там один раз может участвовать. Будьте любезны, готовьтесь. Подготовка изменилась. Правила диктует. А раньше он таскал всех. Я ему тоже говорю, Беду Ильич, это таскать на себе. Ты великий у себя там. Но таскать на себе это не подход. Ну не можешь тренера на себе всех учеников учить. Там, да, встал с ним в пару и стоишь. И так со всеми. Ну сколько можно. Вот поэтому здесь он, у него был один подход. Сейчас он изменился, потому что правила допуска изменились. Вот поэтому и в Питере есть тоже двигатель Антонов. Но у него много сподвижников в Питере. Гораздо больше, чем в Умурзе. Говорили про деньги. На этом чемпионате впервые был призовой фонд. На Ваш взгляд, это может мотивировать к повышению внимания к ката? Да, конечно. Деньги могут изменить. Ну, во всяком случае, в Олимпийском это же было уже. И тут, наконец, впервые в истории соревнования по ката тоже дали такую возможность. Чтобы наградить победителей призеров. И пример есть, вот Валентин Петрович Мужзин, про которого что говорил. Он, у нас такой был с ним уговор, что он 25-й раз выступит и, наконец, все-таки займется судейством. Вот он, в суде, только первенство, чемпионате он участник. И мы предлагали ему несколько раз быть главным судьей. И он говорит, я участвовать буду. И он говорит, 25 раз выиграю и закончу. А тут призовые дали. До следующего года опять буду участвовать. Еще 25 раз. Еще раз хочу. То есть деньги за его зацепили, получается. Зацепили. Ну, вот на этой позитивной ноте о деньгах мы закончим нашу беседу. Спасибо большое, Роман Михайлович, что вы внимательно следили за всем судейским корпусом на первенстве Чемпионата России. Что вы, как говорится, руку на пульсе держите. Продолжайте. У вас было такое мнение, что, может быть, тоже завязать с этим делом. Я слышал об этом. Я хочу, чтобы люди подтянулись на всерочистку. Я вижу, что вы все равно в теме, что вы продолжаете как гуру. А когда ругаются, мне даже еще больше хочется дальше. Отрицательная мотивация. Спасибо вам. Я надеюсь, что те, кто посмотрит наше небольшое интервью, немножко больше узнают о Ката и, может быть, по революции. Так что, может быть, мы оставим какие-то контакты на почту. Пишите, звоните. Конечно. Выясняйте, где, чего, как делать и вообще с чем не делать. Это все. Финус за Россию. Там все есть. Все. До новых встреч. Будут деньги, заходите. Роман Михайлович Дмитриев и Роман Карасьев. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова